По-настоящему теплый праздник для детей с нарушениями зрения прошел в одном из читальных залов Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых. Это уже 15-й по счету новогодний утренник, организованный в учреждении. Ребятишки готовились основательно. Мальчики надели лучшие костюмы, девочки – нарядные платья. Некоторые из гостей и вовсе придумали необычный образ, за основу которого взяты уборы героев любимых персонажей. Ведь каждый ребенок должен ощутить праздник, чтобы в его душе остались самые яркие воспоминания. Ведь новогодний праздник – это всегда радость, это всегда волшебство, это всегда какие-то новогодние чудеса. Новогоднее чудо коснулось каждого. Пусть зрения и подводе детей в обычной жизни новогоднее представление они смотрели сердцем. Атмосферу праздника создали незрячие читатели библиотеки, которые старше юных зрителей. Они исполнили сказку «Завразькины проделки». В представлении продумано все до мелочей. Костюмы пестрят необычными решениями. К примеру, жилет Бабы Яги украшен ложками, а на голове вместо традиционного платка – кастрюля. Готовились актеры-любители заранее. И все же легкая дрожь перед выходом в большой зал бьет даже главного волшебника страны. В детском возрасте как раз закладываются основы, так скажем, будущих их поступков, будущей их жизни. Поэтому, так скажем, нужно учить доброму, вечному, хорошему. И вот Дед Мороз, он как один из символов такого хорошего начала. То самое доброе и вечное Дедушка Мороз принес на праздник. Чуть-чуть волшебства, море детских улыбок и новогодняя красавица осветилась огнями. Как только елка зажглась, дети закружились в танце. Задора добавили конкурсы. По традиции, утренник завершился сладкими подарками. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда. ТВ.